с тенично-развлекательным комплексом Indian Gaming. Находится это все в городке Лему, штат Калифорния. Промоторская компания Дэна Гуссена, Дэн Гуссен, точнее, и Татар Промоушенс представляет нам вечер бокса, в котором мы увидим три поединка, точнее, в центральной части которого мы увидим три поединка. Главный бой в восемь раундов в тяжелом весе проведут Василий Жиров и Орлин Норрис. А вот в открытии международной трансляции нас ожидает поединок за вакантный титул чемпионки мира по версии WBC и чемпионки мира по версии Международной боксерской ассоциации в легком весе между Джессикой Ракоски и Джейн Коуч. Джейн Коуч на ваших экранах. У нее 25 побед, 6 проигрышей. И 8 побед нокаутом на профессиональном ринге. Она только, только, только вот задержите дыхание. С 30 октября 1994 года. Причем, судя по географии ее поединков, она поистине объездила весь мир. Джесси, Джессика Ракочи, если я не ошибаюсь. Лас-Вегас, Невада. 19 боев она выиграла. Один проиграла. И 6 поединков за ее плечами, в которых она победила нокаутом. Последний поединок Джессика Коуч провела 2 декабря прошлого года. В Британии победила она Ларису Бережко в 6 раундах единодушным решением судей. Ежели говорить о Джессике, то свой крайний бой она провела 1 апреля сего года, победив в 10 раундах Белинду Варшвенте. И вот, собственно говоря, она у нее и забрала титул чемпионки по версии IBA в легком весе. Я много раз слышал и неоднократно говорил о том, что женский бокс – это какое-то отдельное ответвление от понятия профессиональный бокс, который у нас соотносится с мужским, скажем так, началом. Очень мало девушек, которые являются профессиональными боксерами и при этом умеют действительно боксировать. Все это сводится к хаотичным действиям в ринге. И вот здесь вот посмотрите, какое начало. Мы видим, что и Джессика, и Джейн как раз и умеют боксировать. Причем, посмотрите, Джессика идет вперед. Она пытается и работать маятником, и вот чисто вот так вот, знаете, нырками такими. Знаете, что-то среднее между а-ля Майк Тайсон и Пикабу, когда ты сильно наклоняешь корпус, вот, сблизится. Но вот вся проблема у нее, что она вот загрузившись на ногах, чуть-чуть присев на ногах и наклонив корпус, абсолютно теряет одну самую важную цель. Быстро сблизится с соперницей. Ну, попробуйте присесть, еще наклонить корпус и нанести быстрые удары, да еще и на движении вперед. У вас вряд ли это получится, а если получится, то все те вокруг, кто будет наблюдать за этими вашими потоками, просто надорвут животы от смеха. В принципе, понятно, что хочет сделать Джейн. Она хочет поднырнуть. Почему? Потому что Джессика очень хорошо использует, во-первых, свои ноги, очень разумно. И вот, посмотрите, передней рукой она как бы приостанавливает Джейн и запускает левую снизу, то есть как раз вот под наклонившуюся и подсевшую под вот эти вот ее удары. Джейн, первый раунд очень напряженный, очень плотный, очень зрелищный. И если кому-то первый раунд не понравился, ну, дорогие мои друзья, я даже не знаю, что вам в дальнейшем тогда предлагать. На мой взгляд, обе спортсменки, ну, как-то не хочется называть их боксерками, да, вот, и Джейн, и Джессика показали очень хороший, плотный первый раунд. Если говорить о дальнейшем развитии, то здесь нужно уже присматриваться к действиям и Джейн, и Джессики уже после пятого раунда. Почему? Потому что сейчас они как бы на адреналине, сейчас у них есть бензин, но Джессика вынуждена очень много работать, вот, ударной техникой на сдерживание. А Джейн очень много тратит сил, именно вот загружаясь на ногах и напрягаясь, потому что, ну, видно, что у Джейн, она хочет ударить и ударить сильно. Для нее самое главное попасть и зацепиться за соперницу, поэтому она очень напряжена. Второй раунд, напомню, 10-раундовый поединок в легком весе. На кону два чемпионских титула. Вакантный титул чемпионки по версии WBC в легком весе и малозначительный, но все же титул чемпионки мира по версии Международной боксерской ассоциации. Джейн Коуч в черных шортах с желтыми вставками по бокам. Джессика в черных шортах с нашивкой спереди WBC. Контролировала сейчас полностью Джессика. Казалось мне изначально, что Коуч вот-вот и закроет ее в углу ринга. В принципе, Коуч хорошо обрезает углы, не дает сильно маневрировать, но при этом, видите, ее весь прессинг, ее вся плотность, которую она вот давила на Джессику, не реализовалась в ударах. Все, что выбрасывала Джессика, это было просто как песок между пальцев, просто бессмысленно. Ну а Джессика очень хорошо как бы отработала, отзащищалась. Замечательная у нее функционалка. И самое главное, что она очень... Ой-ой-ой, по затылке сейчас попадает Джейм, Джессике. И самое главное, что Джессика очень хорошо видит ситуацию. Она ее очень хорошо контролирует. И реально вот защита в стиле Флойда Майвезера с хорошими подхватами, с хорошим определением целей и с хорошей защитой. Вот сейчас в конце раунда, если заметили, был прекрасный эпизод, атака Джессики. Довольно-таки хорошая, глубокая атака. И в ответку Коуч выбрасывает серию ударов, но Джессика делает всего лишь полшага назад, чуть-чуть выпрямив переднюю руку. И вот эта вот передняя рука и не дала Коуч подойти и нанести удары по цели. Коуч снова сработала как бы плотно. Хорошие серии в ответ, но эти удары до Ракотски не долетели. Хороший поединок. Я, честно скажу, в общем, давно не видел настолько плотного и зрелищного боя в исполнении девушек. Ну, посмотрим, что будет в третьем раунде. Напомню, что для нас вот первой вехой станет пятый раунд, когда подустанут и Джейн Коуч, и Джессика Рокотч. Одним джебом, конечно, только одиночным джебом Коуч вопрос не решит. Здесь лучше всего забрасывать два дабл джеб на сближении. И как только вот второй джеб нанесен, рука только-только начинает отрываться от цели, тут же нужно уже вбивать правой прямой. Видите, Джессика уже привыкла к плотной, но все-таки размеренной и читаемой работе Джейн. Видите, у Коуча одинаковый темпоритм и одинаковый арсенал, с которым она работает, поэтому Джессика, уже как бы просчитав ее без проблем, начинает работать по целям. Видите, как хорошо на оттяжке работает Джейн. Джессика завалилась на заднюю ногу, уйдя от джеба и правого прямого, и тут же, чуть-чуть подобрав под себя заднюю ногу и развернув бедро и корпус, отвечает довольно-таки неплохим ударом право. Право. Смотрите, какой челнок замечательный у Джессики. Очень интуитивный и защита хорошая. Видите, ничего лишнего нет. Почему мы раньше Джессику не видели, очень-очень-очень на уровне ее бокса. И встречает хорошо, и бьет под разными углами. Замечательный третий раунд. И посмотрите, вот знаете, плотная работа, многоударные серии как бы с обоих сторон, и при этом нет ни одного клинча. Просто, просто сумасшедшая. Просто сумасшедший поединок. Тебе следует опасаться только Джеба Коуч. Вот, поэтому, да, избегай его и возвращайся. То есть не надо ничего особого придумать. Двойка в ответ и подхватила. Если попала, то подхватила. Ну, а вот Коуч тренер посоветовал не только наносить больше ударов, но и попадать. Четвертый раунд. Смотрите, очень хорошо. Видите, как тренер выполняет установки тренера. С дистанции двойки. Просто двойки. Попала, подхватила. Замечательная Джессика ученица. И посмотрите, мощные удары, и насколько уже Джейнс становится жертвой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Джейнс сейчас надо что-то предпринимать в ответ. По крайней мере, если она уже не может как бы отпедалить, открутить по сторонам от наседающей на нее Джессики, надо просто валиться в клинч. Надо как-то сломать вот эту агрессию. Посмотрите, вот спурт, вот этой плотной и многоударной спурт Джессики продлился почти 2 минуты 20 секунд. Вот это темпоритм, вот это физика, вот это функционалка. На уровне довольно-таки хорошего скажем так профессионального боксера-мужчины сейчас работает Джессика. Все очень хорошо виден. Это, пожалуй, самый зрелищный раунд в этом поединке. Но теперь давайте смотреть. Пятый раунд. Вот это тот раунд, когда скажем так на девчонок должна накатывать усталость. особенно большое внимание на Джессику, поскольку в четвертом раунде она очень здорово поработала. Смотрите, как хорошо отыграла на ногах в сторону. И как работает корпусом Джессика. Это что-то неимоверное. просто мысленно аплодирую, срываюсь в овациях. Пятый раунд. Экватор поединка. Напомню, что бой 10 раундов в легком весе. И на кону вакантный титул чемпионки мира по версии WBC. Международной боксерской ассоциации в легком весе. Здесь нам показали онлайн подсчет эксперта. И да, ну все четыре раунда пока в общем Джессика выигрывает. Мы видим в одну калитку 10-9. Я честно как судья за рингом я бы четвертый раунд оценил как 10-8. Поскольку преимущество Джессики было не просто полным, оно было подавляющее правило. В принципе судейство разрешается ставить 10-8 даже без нокдауна. Если один из боксеров пропускал большое количество ударов и практически не работал в ответ. Но практика не всегда используется потому что в общем с одной стороны есть твердая установка если нет нокдауна тогда все идет 10-9. Пятый раунд и Джессика выполняет опять установку своего тренера что удары увеличат силу своих ударов и бей по цели бей твердо. Причем стала установка не бить много а бить сильно. Хотя две минуты раунда просто пролетели неимоверно быстро настолько поединок напряженный. Нам остается надеяться только одно что и в следующем в следующих поединках а это в среднем весе 10 раундов проведут Сэм Салиман и Фернандо Зунига и в главном поединке ивента в хави-вейт Василий Жиров 8 раундов против Орлина Норриса плотность боя будет ну если не больше то по крайней мере не меньше. хорошая установка если в этом раунде ты не сможешь ее победить досрочно тогда успокаивайся и идем к победе решением судей. Активно раунд начинает Джейн Коуч словно она также понимает что у нее не так много сил и времени для того чтобы победить на картах судей поэтому видите она как бы бросилась вперед попыталась счастье но увы не получилось Джессика разрывает дистанцию и очень мне кажется смотрите как она держит правую руку я думаю что сейчас она ждет того момента когда можно поймать когда можно джебом заморозить скажем так Джейн и тут же срубить ее справа либо встретить правым прямым и добавить левым сбоку не работает не работает уже так плотно Джессика вот первая попытка ударить справа по корпусу заставить Джейн опустить руки ну и вот пробует различную комбинаторику правый корпус левый сбоку смена позиции апперкоты вот смотрите вот удары по корпусу все-таки заставляют Джейн чуть-чуть приопустить руки видите как она локти приклеивает к первому этажу и все все рефери рефери этого поединка останавливает бой таки Джессика забила Джейн и мне кажется у Джейн с левой стороны на голове гематома замечательный поединок замечательная победа просто девчонкам аплодирую красавицы реальные а теперь мы понимаем почему у нас защита Флойда Майвезера черная мамба Роджер Майвезера в углу Джессики и да это не то что похоже на да есть гематома посмотрите хорошо сейчас сработало знаете а ситуация была здесь вот как так посмотреть со стороны не очень трагическая для Джейн первыми ударами то есть загнала в угол Джессика Джейн точными сильными а дальше в общем реализация была не очень поэтому как бы рефери ну в принципе все правильно видите как 12 где-то ударов Джейн не отвечала потом конечно она начала отвечать давайте посмотрим вот с этой стороны так левый Джолд проходит короткий удар от груди ну собственно говоря и все видно видно гематомка вот видите на голове с левой стороны и замечательные отношения знаете когда-то присутствовал на одном из вечерей бокса и не помню кто боксировал не очень знаменитые ребята но после боя когда уже после вечера бокса когда на автопати они общались один сказал говорит слушай я кайфанул от нашего поединка очень классный бой джессика побеждает техническим нокаутом в шестом раунде и становится обладательницей титула чемпионки мира по версии WBC в легком весе ну и защитила свой титул чемпионки по версии IBA в этой же весовой категории дают нам возможность сосладиться ярчайшими не побоюсь этого слова моментами этого боя и что ж нас ожидает следующий поединок 10 раундов среднем весе Сен Салиман против Фернандо Зуниго и главный бой этого ивента Василий Жиров против Орлина Норриса что вы считаете важным что вам помогло выиграть в этом бою моя моя команда то что мы готовили ваша правая рука тренер говорил что они сильные гары правой они действительно настолько сильны в общем собственно говоря вы сами не делитесь что дальше дальше идти вперед и защищать свои титулы поздравляем Джессику с победой увы Джейн проиграла но проиграла достойно застрел и раз застрел стоп п а застрел и 1 Добавил субтитры DimaTorzok